Политическая диета. Пресс-секретарь американского президента осталась голодной. Почему ее выпроводили из ресторана, разбирался Дмитрий Анопченко. Провинциальная Америка. Городок Лексингтон в трех часах езды от столицы, который не припомнить, когда и в новостях-то вообще упоминали. Но сейчас о нем только и говорят после заявления пресс-секретаря главы государства. Сару Сандерс там выставили из ресторана, только за то, что она сотрудник Белого дома. Сандерс, обидевшись, поделилась деталями в Твиттере. Причем не в своем личном аккаунте, а на официальной странице пресс-секретаря Белого дома, где она обычно новости сообщает, ну а значит вся американская пресса на нее подписана. Сообщила, что она решила поужинать с друзьями, но владелица заведения, узнав ее, потребовала убираться. Только за то, что она работает на Трампа. Чуть позже пресса выяснила, это действительно правда. Хозяйка сказала репортерам Вашингтон-Пост, дескать, ни о чем не жалеет. И сделала бы это еще раз. Мол, у нее геи среди персонала, а Трамп запретил трансгендерам в армии служить. И вообще они против новой администрации. Вот владелица и спросила официантов, будем ли мы обслуживать медийное лицо Белого дома. И все якобы решили, нет. Скандал в итоге разгорелся не шуточный. Ведь американцы при любой администрации, невдирая на все политические бури, всегда были максимально толерантными. Они разделены на сторонников демократов, республиканцев, поддерживают разных кандидатов. Но в обычной жизни были очень лояльны друг к другу. Во всем, что не касается политики. Однако сейчас сторона разделена настолько, что даже в реакции на ресторанный скандал под сообщением Сандерс в Твиттере, слов осуждения и поддержки тоже 50 на 50. Дорогуша, тебе, наверное, было так сложно. Видимо, настолько же сложно, как в ситуации, когда тебя насильно разлучают с детьми и задерживают как преступника только за то, что ты ищешь убежище. Сара, мне так стыдно за то, как ведут себя либералы. Решил из сторонника демократов стать республиканцем. А я почему-то уверена, что ты не имеешь права использовать свой рабочий аккаунт, чтобы атаковать частных лиц и их бизнес. Вы когда-нибудь слышали о свободе слова? Американцы, живущие в Вирджинии, в любом случае ответят, этот ресторан скоро будет закрыт. Ресторан и в самом деле сейчас закрыт, но не из-за скандала. В выходные по расписанию он открывается только к вечеру. И персонал впервые отправится на работу, оглядываясь по сторонам, опасаясь, не побьют ли им сегодня стекла. Настолько наколены страсти. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.